Российское законодательство является одним из самых динамичных в мире. Не последняя заслуга в этом принадлежит самим законодателям. С обзором их деятельности вас познакомит Андрей Данилов. Всем здравствуйте! Мы с вами вновь на фоне обычной Евродвери и вновь пытаемся разобраться в хитросплетениях деятельности наших многоуважаемых законодателей. Для начала, похоже, что наши законодатели начали понимать, как бороться с тем или иным непотребством в обществе. Зачем бороться, когда можно просто узаконить? Начать решили, вы не поверите, с государственных знаков для автомобилей. Так называемые красивые номера теперь решили продавать. Цену определили ни много ни мало, в 150 тысяч рублей. Деньги как бы должны идти в бюджет. Ну, вы сами все понимаете. Крайне неожиданный законопроект на этой неделе поступил в Государственную Думу. Согласно нему, предлагается обязать депутатов и чиновников проходить регулярные тесты на употребление наркотиков. В случае уличения – изгнание с должности с занесением в личное дело. В обосновании говорится, что молодые и амбициозные граждане, увидев практику увольнения лиц, чьи результаты осмотров с целью выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ оказались положительными, будут обладать дополнительными причинами не употреблять наркотические и психотропные вещества. Тем временем, ежегодно в стране погибает от передозировки наркотиков порядка 7 тысяч человек. При этом большая часть потребителей этих наркотических средств или психотропных веществ – это подростки и молодые люди, не успевшие стать чиновниками. И, скорее всего, государственными лицами. Они уже никогда не станут. Ну и в конце о наших верхах. На фоне новостей короткой строкой о разводе «Сами знаете кого?» как-то затерялась новость об обнародовании доходов партии. Казалось бы, как это связано? Ведь сами понимаете, кто даже не член той самой партии, о которой все мы подумали. Так вот, перед прошлым обнародованием семьи лишился другой Владимир – лидер либерал-демократов. Совпадение? Пускай. А теперь о доходах. Первое место рейтинга занимает партия «Победитель», партия «Флагман» и по совместительству «Корабль», с которого начинают бежать подтвержденные стрессом пассажиры. Доход за год этой самой партии составил 3,8 миллиарда рублей, 2,6 миллиарда из которых перечислены из федерального бюджета. На что потрачены? На содержание партийных ячеек и проведение выборов, при победе на которых они получают замкнутый круг. Кстати, интересный факт. Из 3,8 миллиарда рублей на благотворительность были потрачены 46 тысяч рублей. 46 тысяч рублей. Что называется, почувствуйте разницу. На этом все. Закон суров для некоторых. А вы берегите себя.